Как в этом году отметили Рождество в Висогинском Центре Благополучия Семьи и Ребёнка? Рассказала об этом директор учреждения Ирина Зюзёва. Рождество в Висогинском Центре Благополучии 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 и столько внимания вам уделяют, это же очень приятно. Это очень здорово, потому что в этом году, когда даже я была в помнении, делать ли в этом году эту акцию, потому что понимали, что будет все очень сложно, вот началось именно с того, что позвонил один, второй, и сказали, что мы готовы поддержать акцию, и уже не было выбора, конечно, нужно было ее начинать, ее делать. Еще хотела сказать, вот в нашем городе все настолько потихоньку меняется к лучшему для людей с недугом, и вот то, что даже перед Новым годом теперь есть возможность людям с недугом попасть на второй этаж, есть у нас ребята в центре, которые ни разу не были на втором этаже из-за того, что на колясках очень трудно туда поднять. И это тоже очень символично, что самоуправление Ирландос-Галагус, тоже очень принималка в этом участие, что помогло сделать такой шаг для людей с недугом. Я, конечно, считаю, что такие подъемники, лифты должны быть в каждой школе, в каждом заведении нашего города, и это должно быть и в культура центра, и везде, где только, значит, где, чтобы люди могли в любое место попасть в город, и те, у кого, кто вынужден, значит, пользоваться коляской. И еще большая радость сегодня, те, кто пришли в храм, я сама нахожусь при изоляции, но те, кто пришли в храм, где-то здесь небольшой мой вклад есть в это, в то, что мы видели сегодня новую икону витражную с подсветкой, которую мы скоро будем устанавливать, Рождества, икона Рождества очень красивая, которая будет видеть все люди, даже не заходя в храм, она будет находиться на улице, будет сделана, вокруг нее посажены, там, уже еще час посажены специальные растения, будет такой уголок Рождества в нашем городе возле православной церкви. Ну, замечательно. Что ж, остается пожелать и Центру благополучия семьи и ребенка, и всем нам как можно больше хороших новостей, радостных событий и, главное, добрых и внимательных людей в нашем ближайшем окружении. Продолжение следует...